В США 34-летняя бывшая стриптизерша Вероника Бэкхэм получила от исполнительного директора кабельной сети Хомбэкс Офис Микки Лю 230 тысяч долларов. Родственники умершего богача требуют, чтобы девушка вернула им деньги. Блондинка познакомилась с медиамагнатом стриптиз-клубе в Атланте в июле 2014 года. Менее чем через год 50-летний мужчина был найден мертвым в своей квартире. В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши Вероника утверждает, что между ними была «вечная дружба», которая подвигла Микки на такой щедрый шаг. Американка получила его пенсионные накопления и страховку – всего 230 тысяч долларов, сообщает New York Post. Публикация от Вероника Бэкхэм «Собака-баттерфлай-пипа» 10 Окт 2017 в 7 часов 33 минуты по часовому поясу ПДТ. Теперь семья погибшего требует вернуть им деньги, но Бэкхэм этого делать не собирается. Сестра Микки Лю уверена, что хитрая и расчетливая девушка манипулировала ее братом. По словам Майлю, Вероника как профессиональная танцовщика умеет использовать мужчин. Она знала слабые места Микки, оказывая на него влияние в виде морального принуждения, заявила женщина. Публикация от Вероника Бэкхэм «Собака-баттерфлай-пипа» 17 Янг 2017 в 8 часов 9 минут по часовому поясу ПЕСТИ. Однако экстрептизерши утверждает, что с Микки у них никогда не было сексуальных отношений и сдаваться она не намеренно. Сейчас девушка работает стилистом в Майами, а ее клиентами являются звезды. Примечательно, что мужчина подписал документы о наследстве в период, когда их дружба прекратилась.